Ветеринарная клиника «Доктор Вет» всегда на защите здоровья животных Сергеева Посада. Высокое качество, низкая цена. Полный спектр ветеринарных услуг. Терапия, кардиология, вакцинация, хирургия, стоматология, качественная УЗИ-диагностика, ортопедия, стационар, гостиница, вызов на дом, разбор сложных случаев, ведение тяжелых пациентов. Мы всегда готовы помочь и сохранить здоровье ваших питомцев. Здравствуйте! Давайте познакомимся с вами и вашими любимцами. Примерно так съемочная группа программы «Элита» начинает разговор с заводчиками собак редких пород на интернациональной выставке «Собак России». Важно подойти с этими словами задолго до начала ринга, а еще лучше после дефиле по ковровым дорожкам и осмотра экспертов. Тогда напряжение проходит, а желание рассказать о любимой породе у заводчиков есть всегда. Добрый день! Меня зовут Кудинова Наталья, питомник от Звездного графства. Мы находимся в Москве. Меня зовут Васильева Елена. Мы приехали из Кулы. Познакомилась с этими собаками также на Евразии. Впервые приехала заводчица из Швеции. Привезла собаку. Я их впервые увидела. Любовь была с первого взгляда. Как только увидела, сразу же начала искать, связываться как раз с заводчиками Швеции и Финляндии, искать щенка. Вот и первые собаки в 2009 году мне приехали из Финляндии. Насколько эта собака ориентирована на человека? Насколько она все-таки остается терьером в самых своих таких охотничьих проявлениях? Это терьер. Это настоящий терьер. Идет. Вот. А на человека они ориентированы. Хоть и говорят о том, что да, там может убегать за кошкой. Нет ничего подобного. Они могут заинтересоваться, но они сразу же возвращаются, а человек для них превыше всего. Они именно ориентированы на человека. Они будут находиться в доме. Они будут, наоборот, охранять свою территорию и ходить хвостом за человеком. На интернациональной выставке России в 2019 было всего 10 собак породы австралийский терьер. 9 из них российского разведения. Это выведенная порода. Участвовал их австралийский терьер. Они австралийский терьер, а вот жесткошерстный и силки терьеры. Конечно, выводили их сразу же из, можно сказать, одного сочетания, но две разные породы. То есть это участвовал Йорк. Это пошли силки терьеры. И наши это Норвичи, Керны и другие вот именно жесткошерстные терьеры. Там достаточно был большой спектр именно вот собак, которые использовались. Но по истории, по легенде, то есть первые щенки, которые появились с мягкой шерстью, как у Йорка, это вот начало линии силки терьера, а которые вот ближе к жесткошерстным, это австралийские терьеры. Историческое предназначение. Это все-таки собаки, которые охраняют дома от грызунов, так же как шнауцеры маленькие? Или это другая какая-то история? Их брали именно как домашних помощников для охраны от змей, кроликов и для обозначения то, что идут чужой. То есть это звоночки, которые на территории все-таки предупреждают то, что идет посторонний. И они говорят, что мы здесь, мы все смотрим, мы контролируем территорию. Явно показывает нам, что он продолжает все контролировать вокруг. Если говорить об идеальных условиях содержания для этой собаки, или какие условия должен выполнять хозяин для того, чтобы его питомцу было комфортно? Много ли прогулок, квартира или дом? Что вот это должно быть, на ваш взгляд? У нас собаки живут и в доме, в частном, и в квартире. Они могут ужиться и там, и там. Прогулки нужны обязательно. То есть дома ходить на пеленочку эта собака не будет. И украшением дивана она тоже не будет. Это активные собаки, которые любят гулять, бегать, прыгать, заниматься спортом. Их в Европе очень много используют в аджелите. Они показывают прекрасную скорость. Тот же самый флайбол и печенгол и всевозможные вот такие вот игры. А курс послушания, общий курс дрессировки, насколько они готовы, насколько они ориентированы при дрессировке на хозяина и готовы ему служить вот с преданностью в глазах? У меня сука самая первая сдавала норматив, участвовала в соревнованиях ПОК, и она имеет первую степень. То есть вменяемая и обучаемая? Они вменяемые, да. И они очень быстро схватывают. Они умные. Они даже, можно сказать, как в каком-то месте хитрые. То есть за именно внимание, ласку и лакомство, покушать они очень любят, они готовы все делать. Они очень быстро обучаемые. В уходе австралийские терьеры не сложнее любой другой собаки. И шерсти с них в доме нет. Как и любая собака, тут вымевает стрижка, когтей, уход за шерстью. Но это жесткошерстная собака. Здесь не нужны какие-то замысловатые стрижки. Регулярно обрабатывать шерсть, тримминговать. Собственно, ну, мытье, расчесывание. Опять же, не занимает столько времени, как у каких-то длинношерстных пород собак. Австралийские терьеры физически крепкие собаки. Хотя все же есть аспекты здоровья, на которые надо обратить внимание. В каждой породе есть свои проблемы. У австралийцев это глаза, катаракта и пателла, вывих коленной чашечки. У нас сейчас и мы, уже русские заводчики, российские, и вся Европа тестируют. То есть там последние вот 10 лет массово начинается тестирование. Проверяют собак, больных собак выводят из разведения, не используют. И сейчас уже есть общедоступные базы, где можно посмотреть, были ли заболевания, не были. И я лично своих только проверяю и вижу чисто. Поголовье австралийских терьеров в России невелико. Но качество собак, появившихся в питомниках страны, высоко оценено экспертами на зарубежных выставках. Собачку зовут Варя. Ей 4,5 года. Сегодня она стала лучшим представителем из 10 собак австралийского терьера. Но это ее не первая победа и, надеюсь, не последняя. Это собачка интернациональный чемпион по красоте, чемпион Европы 2017 года, чемпион России, Украины. Ну, достаточно богат у нее послуженный список. Кому показан австралийский терьер, а кому стоит поискать собаку другой породы? Этот вопрос мы традиционно задаем заводчикам. Идеальный патриот владельца не напишу, потому что эту собачку держат за границей. Они очень популярны в Скандинавии, в Америке. Да, ты мой хороший. Там держат пожилые люди, молодые люди. Но самое главное, человек, независимо от возраста, он должен быть молод душой. То есть, активная собачка подразумевает прогулки. Ну, достаточно активная. Понятно, что это не как с большой собакой надо гулять. Но собачка активная. Не даст вам скучать вообще никогда. Но вместе с тем, она прекрасно может с вами посидеть на диванчике, полежать, посмотреть телевизор, почитать книжечку. Ну, энергичный, активный человек. То есть, независимо от возраста. Ну, и в заключении мы попросили владельцев в трех словах охарактеризовать своих питомцев. И вот, что они нам рассказали о своих собаках. Веселая, харизматичная, красивая. Энергия, ум и красота. А еще австралийский интерьер вынослив и бесстрашен. И для кого-то может стать идеальным четвероногим спутником. На приеме в клинике почтенный джентльмен. 14 лет и 1 месяц. Достойно. В нашем возрасте уже даже месяца считается. Да. Собачка Филя, пекинез, возраст 14 лет, достаточно преклонный. Имеет для своего возраста уже целую серию проблем. Вот, в виде сердечной недостаточности, лекарственной почечной недостаточности. Но основное беспокойство, которое сейчас ему применяют, это старые зубы. Вот. Зубы, к сожалению, уже все плохие, гнилые, с поражением челюсти. Значит, сейчас решается вопрос, как такие зубы убрать. Потому что это пациент тяжелый, и наркоз такому животному, к сожалению, мы дать не можем. Точнее, можем, но все это очень рискованно и, возможно, печально закончится. Поэтому мы сейчас подбираем терапию для того, чтобы животное смогло перенести данную процедуру нормально. Нормально. Вот. Зубы плохие, уже шатаются, десны уже все поражены. Там персистирует инфекция, которая проникла уже непосредственно в саму челюсть. Приводит к остеомоляции, то есть уже страдает сама нижняя челюсть. Судя по рентгену, у него там уже идет, скажем так, даже спонтанный перелом нижней челюсти, что достаточно часто встречается у животных с очень-очень гнилыми старыми зубами. Ну, у него желание покушать есть, но возможность пожевать он не может, так как он съедает 2-3 кусочка и уже начинает отказываться от еды, уходит. И я его кормлю сейчас как бы добровольно, принудительно, со шприца, с трубочкой. И вот покупаю специальный корм для ослабленных собак, послеоперационных собак. Его немножко развожу кипяченой водичкой тепленькой. И вот таким кормом я его 2 раза в день добровольно, принудительно мы питаемся. Животным, которым мы можем дать анестезию, естественно, мы полноценно стараемся все это дело удалить сразу, как бы почистить, зашить. Но данное животное, к сожалению, у нас перенести анестезию не может. Слишком высокий риск. Потому что есть сердечная недостаточность, которую сейчас владельцы лечат. Опять же, помимо сердечной недостаточности, есть почечная недостаточность, которая, в общем-то, периодически дает о себе знать. Поэтому данный пациент будет стараться лечиться без применения анестезии. Основная цель терапии какая? Борьба с инфекцией, чтобы снизить объем воспаления. И второй этап – обезболивание, что немаловажно. Первый – это нестероидный противовоспалительный препарат, который снизит объем воспаления. Второй препарат – это, скажем так, препарат, который будет тормозить активность нервной системы и проведение болевых импульсов через нейроны, что, естественно, снизит объем боли. Поговорив с владельцем, мы решили, что будем удалять зубы поэтапно. Зубы плохие, сидят уже кое-как. Будем просто убирать по одному, по два зубика за сеанс, с последующим подлечиванием больных лунок, больной челюсти. По сути, такие зубы при удалении уже даже не кровят, потому что все там уже погибло. Данные зубы просто животному приносят боль, в процессе оживания они не участвуют, и, по сути, они ему сейчас просто не нужны. Врачи будут выполнять намеченный план, а хозяйка холить или леять. Ведь многие собаководы знают, что искренняя забота – это 50% успеха в лечении четвероногих компаньонов. Остальные 50% – это правильно поставленный диагноз и адекватные лечения, которые вы можете получить в клинике Доктор Вет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok